Ах, ты так следишь за собой. Я прямо тебе завидую. Я мирный человек. Молодец. Ты же все ночи проводишь одна, а всегда ходишь в баню. Коля, на меня персик сегодня. Да я не в плане того, что я боюсь. Я не боюсь ничего и никого. Просто мне неприятно, что на моей странице личной, которая очень мирная, происходит такая вот грязь. Я не знаю, зачем они все это сделали, чей это был заказ, ребят, я ничего не поняла, естественно, что вообще произошло. Но я подумала, что закрыть страницу будет правильно, потому что резко зашло больше ста человек и начали отправлять свои флаги. Я не знаю, может, у кого-то такое было. Да, меня хрен напугаешь. Согласна. В каждой нации есть и хорошие, и плохие люди. И поверьте, и у нас есть не очень хорошие в нашей нации люди. Поэтому это очень глупо. Это, мне кажется, очень узколобые люди мыслят так, что вот если он такой национальности, значит, он вот плохой. Я даже не стала сейчас находить в дискуссии с данной особой, которая это писала. Очень много комментариев есть, на которые я реально не реагирую, потому что иногда люди пишут просто абсурдные вещи, на которые не хочется даже отвечать. Согласна. Азбихан, у Ваши пришли вести. В основном, это как-то уже не хотелось. Даже у нас парк-педагоги. Вообще, сегодня святой праздник, ребят. Не хочу, чтобы мы ссорились. Нам надо торопиться. Останови его, чтобы он не стало. Готовь, Владимир, к выступлению. Как только рассветет, мы двинемся дальше. Смотрится же нам на голову этот календарш. Лучше, значит, кстати, со времен еще перископа. Со времен перископа я знала, что нельзя заходить в эфиры поздно ночью. Всегда поздно ночью сидят всякие ненормальные люди, как мы с Вами. Поэтому нельзя заходить поздно ночью. Ребят, ну вы же понимаете, что в любой нации есть и умные, и глупые, и маньяки, и нормальные люди. Поэтому судить по нации у человека есть просто, например, определенный стереотип. И есть что-то, что передается из поколения в поколение, и что создало определенную картину о нации. Но судить обо всех так, и всех под одну гребенку, мне кажется, немного неправильно. Ну, на мой взгляд, это лично мое мнение. Женщине всех, которых суканят, глядя просто глаза, сукнял. Юзи, да, мы поддерживаем отношения. Она замужем, улетела в другой город и живет в другом городе. Я не стала сохранять эфиры. Вы что, зачем сохранять такой эфир? Мы не можем жениться на эту баджанке. Вы меня спрашиваете. Нужно жениться на тех, кого вы любите, в кого вы влюбляетесь, в каком стучит в ваше сердце. Какая разница, в какой национальности. Я из Москвы. Да, мы, кстати, хотим завтра с Шакирой искать и придумать тему для наших эфиров. Будем делать для вас тематические эфиры, двойные. Будем, может быть, какие-то игровые. Я не знаю, посмотрим, придумаем что-нибудь интересное, чтобы развлечь и себя, и вас. Не знаю, ребята, честно говоря, я даже не поняла, что-то произошло. А, такое у меня было, кстати, я помню, в перископе, когда, помните, сидели в эфирах, там такое бывало. Я помню, что ты для меня делаешь. Спасибо большое. Лучше. И любая. Как зародился и как шли к этому. Блин, просто вот мне надо настроиться, девочки. Мне надо настроиться, чтобы рассказать вам прям все в подробности. Сейчас я как-то не очень... Какая-то я вялая сейчас. Сомневаешься? Скажи мне это на уши. Еще раз мне скажи. Ну, слушай. Про гороскопу я телец. Спасибо большое. Сидеть, пить чай ночью, ломать твиксы и смотреть ваш прямой эфир. Это прям лучшее. Мне приятно. Ну, мои хорошие. Я вообще буду стараться каждый вечер заходить, раз уж на то пошло. Обещаю, что не так поздно, конечно. Потому что так поздно меня прям настигают. Плохие люди. Да, они подпортили мне настроение, ребят. Я не люблю ругаться. Не могу ничего сказать про Козерогов. Я вообще не сильно в знаках. И ничего этого не понимаю. Я не знаю, что я наехал. Согласна. Очень соскучилась по работе. Безумно просто. Мне кажется, как я уже говорила, как только все это закончится, я усну просто в одном из наших бутиков либо на производстве где-нибудь, на тканях. И осталось там. Зачем вам знать, где именно я живу? Спасибо большое. Мои девяносто один мирный народ. Девяносто один зритель. Я хочу видеть вас переименной. А я не очень. Может быть, и пост напишу, да. Тоже хорошо. Вдохновение. Сейчас какое-то тупое состояние, ребят. Я знаю. А вы знаете, ответ на вопросы по коровне задают. Кстати, я выключу и немножечко поотвечаю на вопросы. Просто, ребятки, если вы не против, поотвечаю вам немножко и пойду спать. Может быть, даже мы пойдем вместе. Как вы думаете, мы вместе пойдем? Или я пойду без вас? Вы же, на мой вид. Да сейчас пойдем все спать, ребят. Сейчас пойдем. В Армении очень хотелось бы, но сейчас уже из-за такой ситуации, ребят, непонятно. Непонятно, что будет. Вы, мои хорошие. Мне сами тоже очень. Можно я заблокирую одного человека? Который меня немножечко раздражает. Так. Нужно скажите, Плэс, как вы похудели? Такая как модель. Ну, ребята, я далеко не модель. Сейчас уже точно. Вот. И если я... Просто у меня очень хороший метаболизм, и я очень быстро худею. И так же быстро могу поправиться. Поэтому мне стоит не кушать пару дней, и все. Я все сразу в форме. Поэтому, в принципе, я не могу жаловаться на то, что там не нужно себя измурять голодом и суперфизическими нагрузками, чтобы, предположим, похудеть. Такого нету. Это будет вранье. Поэтому я особо не парюсь по этому поводу. Не мучаю себя, особенно сейчас дома. Как только все закончится, сядем на диету. Мне кажется, когда мы выйдем и забьем свое время работой, вот, уже не будет времени на еду. Поэтому, дорогие мои друзья, сейчас, подождите, я все выключу. Ну, ребятки, одну минуту. Так. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, мои дорогие. Так, что я должна была забрать? Ничего я не должна была забрать. Так. Сколько раз я сделала операцию на нос? Два раза. Да, я не хочу громко разговариваться, не разбудить. А резко скинула вес, да. Был такой период. Так, идемте. Это моя, ребятки мои. Нет угли, я оставила. Они же в этой металлической хрени. Секунду, ребятки. Почему у меня... Они же в этой металлической хрени. Что с ней будет? С ней же ничего не будет. У меня одышка. Видно сразу же, что я старая, да? У меня сразу одышка. Как только я поднимаюсь. Еще раз говорю. Так. Спокойной ночи. Блин. Зарядки мало, но... Ху-ю-ю. Я смогу понять, я вас установлю. Ребят, я сейчас отвечу просто я. Как вы поняли, что молоко доктора это очень глубоко очищает? Ну, прям чувствуется по коже. Спасибо. Так, спустя, выпасть. Блин, не хочу. Увините. Да, режим у меня очень... Куда-то меня слышно? Вообще? Или не слышно? Звук есть? Или я сама с собой разговариваю? Блин, ну как? Я на подушку положила. А вот сейчас меня слышно? Утветьте, пожалуйста. А сейчас слышно? Скажите, пожалуйста, ребят. Сейчас тоже не слышно? Все нормально. Слышно-слышно? Ну все, я могу вам поотвечать. Перед сном еще накидите вопрос. Давайте поотвечаем на какие-нибудь... Супер-мега интересные вопросы. Я готова слушать. Видите, как у меня корни отрасли? Мы можем почистить как раз макияж. Пока я с вами сижу. Спать. Ну, я спать не хочу. Я так в обед проснулась. Я вас люблю, ребятки. Спасибо большое. Почему шепотом? Блин, не знаю, почему шепотом. Не знаю, ребят, почему шепотом. А, я знаю, почему шепотом. Потому что у меня была дышка. Я пыталась тихонечко разговаривать, чтобы... Чтобы мой голос был нормальным. Так получилось, что вы с вашим продавцом стали подругами. Так получилось случайным образом. А зачем я орать вообще, ребят? Как мне сделать сейчас такую стильную модную прическу, чтобы я выглядела... Ну, прикольно. Блин, у меня волосы. Я надеюсь, что Шакира увидит эфир и будет плакать. Нонны, солнышко. Все вещи, купленные в вашем магазине, вызывают шквал, когда я их одеваю. Блин, так приятно. Спасибо вам огромное за отзыв. Что любишь покушать? Что люблю покушать? Сладкое, наверное. Больше всего сладкое. Долька мне неудобна. Знаете, бывает, когда корни волос болят. Я вот сейчас собрала эту дольку, у меня корни волос прям болят. Поэтому я... Что-то не это. А конкурс завтра у нас, ребят. Сегодня я немножко отвлеклась. Завтра конкурс. Но завтра у нас будет конкурс на странице на на коллекше. Поэтому... Очень приятно. Девушка видела вас в вашем магазине. Спасибо огромное. Мне очень приятно. Доставка есть у нас в Баку, конечно. Мы завтра все расскажем вам на второй страничке, что будем... Спасибо большое. Завтра расскажем все наши эти условия, конкурсы, и что будем разыгрывать. У нас сейчас конкурсы буквально почти каждый день. Поэтому то будет разыгрывать, то будут разыгрываться призы, то будут разыгрываться деньги. То есть вот такие, знаете, небольшие суммы ежедневно будем разыгрывать для вас. Меня... Не знаю, меня папа назвал. Я... Спасибо огромное. У меня уже мало зарядки, ребятки, поэтому я недолго еще с вами. Какая длина? Длина у меня где-то вот такая. Из-за того, что я постоянно осветляюсь, к сожалению, не могу отрастить свою длину, поэтому мне приходится наращивать. Терпения для того, чтобы отращивать свою, мне нет. На нос я бы хотела, да, исправить асимметрию. Помню, у вас крутой конкурс был с футболками и кепками. Да, обязательно будем еще делать такие конкурсы. Почему Артем такой скромный и не пытается пропиариться за счет вас? Нигде не проявляется от Давид Листь везде хоть внимание. Ну, во-первых, все люди разные, это первое. Мой родной брат, он совершенно другой, и мы с ним очень разные. Если я вся такая, знаете, активная. публичная, он как бы, ну, я публичный человек, постоянно на связи, хочу постоянно везде что-то там как-то. Он, нет, он совершенно наоборот, полная моя противоположность, и он это все не любит, он это все не понимает. Вот. Ну, я уважаю его выборы, в принципе, не заставляю его никак светиться нигде у меня в Инстаграме. Вот. А Давид? Давид, во-первых, молодой, вот, что нужно принимать на заметку, и он как бы совершенно другой, как бы у него немножко другой характер, он более легкий, он такой более молодой, я могу сказать, что мне кажется, через несколько лет он будет точно таким же, как Артем. Вот. Поэтому, мне кажется, это в силу возраста, наверное, все-таки. Блин, не знаю, что изменилось, может быть, то, что особо макияжа нет, наверное, вот это изменилось, какой-то домашний, знаете, вот этот вот стиль. Нет, у меня сейчас не нарощены ресницы, уже очень долгое время я хожу без нарощенных ресниц. Нос, ребят, я не могу сказать, что я прям сильно комплексую за своего носа, но меня не устраивает асимметрия ноздрей. К сожалению, это было неправильно сделано. Ну, может быть, даже доктор просто не смог ничего с этим сделать. Ну, его сил не хватило на это. Поэтому буду искать хирурга, который сможет мне это исправить, но попозже, не сейчас. да, у него нет инстаграма, ничего нет у него. Ну, может, есть какая-то левая страница, возможно, не знаю, но так нет. Родной цвет волос не знаю, ребятки, может быть, когда-нибудь и до этого дорасту. Может быть, извинился и взгляд, не знаю. спасибо большое. Какие процедуры для лица делала? Что именно? Уход? О чем? О чем речь? Губы делала очень-очень давно, ребят, лет 7 назад. И пожалела 10 тысяч раз. Про свою личную жизнь я не отвечаю, не обижайтесь, ребятки, но я уже не помню, ребят, очень давно делала. Маску для лица в домашних условиях, kills. Спасибо большое. Спасибо. По уходам я ежедневно, если говорить о домашнем уходе, я ежедневно очень тщательно очищаю свою кожу. Это для меня самое главное, это очищение. Я каждый вечер у меня определенный ритуал. Даже если будет конец света, я этот ритуал всегда делаю. у меня сначала идет умывалка, соответственно, иногда бывает мицеллярная вода перед этим, вот, умывалка, соответственно, потом у меня увлажняющая сыворотка, потом у меня крем под глазами, то есть я пока не сделаю весь этот ритуал, я спать не ложусь, вот, и я уже к этому привыкла, я себя уже приучила, и моя кожа уже вот каждый вечер готова к полному питанию, вот, никогда, никогда не ложусь спать с косметикой, это исключено, такого у меня ни разу не было в моей жизни, вот, и я считаю, что это очень важно, вот, что еще по уходам салонным, я люблю делать всякие коктейли, которые мне подбирают под тип моей кожи, вот, витаминные какие-то коктейли, которые проникают глубже под кожу, спасибо большое, вот, и, в общем, косметолог мне подбирает, мой косметолог подбирает эти коктейли, которые мне колют, вот, и, ну, я делаю их не очень часто, поэтому, чаще всего, например, делаю, когда приезжаю с отдыха, когда кожа обезвожена, вот, под солнцем и так далее, ее нужно пропитать, вот, и недавно сделала первый раз в жизни пилинг в салоне, вот, мне потом отходила вот эта вот пленочка с лица, ну, мне понравилось, хороший был пилинг, как похудеть, ребят, сейчас посоветовать не могу, потому что я сама сейчас питаюсь непонятно как, и сладкое кушаю, и мучное кушаю, могу сказать так, что у меня такой организм, что я худею очень быстро, и поэтому для меня не составляет особого труда перестроить свой организм, вот, и так как я понимаю, что сейчас мы находимся дома, и у меня нет такой силы воли, чтобы вот так вот смотреть, как все кушают, а я буду в сторонке смотреть на это все, нет, я себя мучить не хочу, я хочу смотреть кино, кушать вкусную еду, сладости, и шоколад, и клубничку с шоколадом, все это хочу кушать, и отказывать себе тоже не хочу в этом, потому что один раз живем, ребятки, сейчас вообще такая ситуация непонятная, не очень хочется себя расстраивать лишний раз и мучить, поэтому я знаю, что сейчас, когда все это закончится, мы выйдем на работу, у нас будет активный рабочий график, потому что, сами понимаете, сколько всего разом на нас навалится, поэтому я думаю, что даже времени не будет кушать, и нам намного легче будет всем скинуть, вес без мучений, вот, поэтому тогда, тогда уже я вам буду рассказывать ежедневно, что я ем, и вы будете знать, я ни в коем случае никого не буду призывать таким образом худеть, потому что у всех разный организм, кто-то выдерживает, кто-то нет, я, например, могу прям сушить конкретно себя, в том плане, что я могу, например, весь день съесть один-два яблока, и при этом чувствовать себя очень бодро и очень хорошо, вот, а кому-то это заставляет дискомфорт, у кого-то начинаются проблемы со здоровьем, поэтому ни в коем случае никому не советую, вот, поэтому обязательно буду вам рассказывать, будете смотреть, наблюдать. Почему не сплю так поздно? Блин, не знаю, почему не сплю так поздно, вот сейчас буду спать. И вообще, ребят, я не буду сохранять вот эти дурацкие эфиры, сейчас наши ночные, где мы непонятно о чем разговариваем с вами, завтра, завтра у нас будет эфир, я надеюсь, что завтра у нас получится уже шокировать эфир, вот, и завтра мы будем думать о темах для эфиров ежедневных и решать вообще какие вопросы мы будем с вами обсуждать, потому что, потому что не хочется, знаете, вот так тупо заходить и что-то, что-то, что-то постоянно говорить одно и то же, одни и те же вопросы, губы, зубы и так далее, и тому подобное. Я устала от этого, и вы от этого, знаю, устали. Поэтому будем ставить вопросы и конкретно обсуждать вопрос, который вам интересен. Вот. Поэтому завтра я вам скажу днем в обед, наверное, скажу, когда будет эфир, хорошо? Вы не пропустите, я в стори вам скажу. Волосы, ребят, они у меня просто высохли после бассейна, и в общем не спрашивайте. Да, я напишу обязательно в сторисе про эфир заранее за несколько часов. когда вы едите два яблока, ваше организм съедает только ваши мышцы, они же девочки, мои хорошие, мои любимые, мои дорогие. Я не диетолог, я никого не призываю, я не собираюсь рассчитывать свои калории, ваши калории. Я знаю свой организм. Я за свои 29 лет смогла понять, что подходит мне и после какой системы питания я худею или я толстею. И поэтому я лишь только делюсь с вами тем, как я питаюсь, чтобы сбросить. Я это не придумываю, так как многие мои подписчицы знают о том, как резко я могла сбросить вес. Да, это плохо, так делать нельзя, я никого не призываю так делать. вот, но это реально работает, в моем организме это действует, это работает и как бы я этим делюсь. Каким образом у меня все это происходит. Но, еще раз повторюсь, никого не призываю. Я не злюсь, просто некоторые неправильно понимают то, что я говорю и думают, что я пытаюсь каким-то образом влиять на людей и говорить, что значит так. Я тут диетолог, который знает четко, что как что и умничает. Нет, ни в коем случае я просто делюсь с вами тем, что делаю сама. Ну, но в тот, когда вы резко похудели в тот период, расскажите о своем питании. Ну, вот как раз о нем я и говорила, о том, что я кушала один раз в день и это не очень хорошо, так делать не нужно, но я уже приучила свой организм к тому, что если мне нужно похудеть, у меня не получается, знаете, так, ну вот все люди разные, блин, реально у меня не получается сделать там, сесть на ПП, вот это, знаете, утром, значит, вот это определенный рацион, там обед другое, другое блюдо, на ужин, значит, готовить себе третье, вот так вот это все, вот, знаете, расписано. У меня, вот честно, я совершенно в этом неслаженный человек, у меня это не получится никогда, и я уже поняла, что мне, чтобы вот прям, если у меня цель похудеть, я должна вот подойти к этому, сначала довести свой организм, ну, до стресса, так сказать, знаете, голодовкой, вот, иногда, знаете ли, голодовка, это вообще полезно для организма, пару дней очищения, вот, но я вот так вот сначала начинаю, как бы вот, по минимуму, то есть одно яблоко, либо на воде, яблоко, вода, вот, а потом уже добавляю какие-то продукты, которые, в которых мало калорий, о которых мы все с вами знаем, и кушаю один раз в день, все, но для меня не составляет это труда, еще раз повторюсь, почему, потому что я обычно худела, когда находилась в плотном рабочем графике, то есть я выезжала, я утром пила чай, выезжала из дома, все, я ездила, ездила по делам, там, на производство, в магазин, у меня даже не было времени кушать, я могла, например, часов 7 сесть поужинать, либо даже 8, ну, предположим, да, 8 даже могла сесть поужинать, сесть, там, предположим, какой-то салат, или рыбку, все, то есть мне этого хватало, и я совершенно не ощущала себя голодной, какой-то там, то есть мой организм уже к этому привык на тот момент, сейчас, сейчас, сейчас у меня страшная вещь происходит с организмом, он постоянно хочет кушать, вот, поэтому я считаю, что нужно все-таки подстраиваться под внешнюю среду, сейчас худеть нереально дома, я не могу, ребят, честно, хочешь похудеть, не жри, мама всегда так говорит, но все равно, девочки, нужно знать свой организм, нужно знать, к чему ваш организм готов, к чему нет, и не прибегать к крайностям, то есть у меня не было такого, что я в один день встала и решила, что вот я не буду кушать, такого не было, потому что я очень долгое время, ну, потихоньку-потихоньку приходила, к этому и приучила свой организм, к такой стрессовой, да, диете, можно так сказать, а на данный момент мой вес около, около 50, наверное, 7 килограмм, 55-57, может быть, не знаю, я поправилась, девочки, мой рост метр семьдесят три, я подкрашиваю брови, да, я не все вопросы вижу, когда мне задают какой-то вопрос, я начинаю активно отвечать, и не успеваю читать следующие вопросы, поэтому извиняюсь, рост метр семьдесят три у меня, спасибо большое, мне кажется, что для моего роста это нормальный вес, но я привыкла к меньшему весу, поэтому для меня это многовато, у вас есть тренажеры дома? нет, у нас дома тренажеров нет, хотя я подумываю о том, чтобы выделить определенное место для тренажеров в дальнейшем, спасибо большое, спасибо большое, косметики можно, но не сегодня, очень красиво, спасибо, 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 почему не стоит делать губы, девочки, делайте, делайте в меру, и делайте у проверенных специалистов, спасибо большое, спасибо большое, все вкусняшки, и страдать всю жизнь, я не готова к этому, падала в обморок из-за диет, нет, не падала, а вы не комплексовали по поводу роста в подростковом возрасте? Нет, никогда не комплексовала, потому что всегда мне это нравилось, и всегда я считала, что это признак статности, но я уже ответила про губы, потому что я сделала давно, и у меня был полимер, и тогда, к сожалению, ничего другого не было, тогда вообще были какие-то необдуманные поступки 7 лет назад, сами понимаете, тогда вообще это было только-только. А я не сказала, что 52, я сказала, что 57 килограммов я вешу, я сказала, что 50-52 для меня комфортный вес, а сейчас я вешу где-то 57, надеюсь, что не больше. так, согласна, 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 поэтому повторюсь, что у каждого в свой организм нужно подстраиваться именно под свой. будет жить с родителями мужа, откуда я знаю, но внешне какой типаж мужчин вам нравится? мне нравятся брутальные мужчины, но вообще я по внешности редко сужу, потому что, как всегда, чаще всего все наоборот получается, когда мужчина слишком красив, сами понимаете. в общем, про внешность могу сказать, мне нравятся брутальные мужчины с бородатой, то есть такие, знаете, с щетиной, ну не бородатые, с щетиной, вот, темненькие, вот, высокие. спасибо большое. Смогли ли вы жить с родителями мужа? Вам честно ответить или ответить так, чтобы вот, чтобы было красиво? Ребята, у меня зарядка сейчас вырубится. Честно? Давайте честно. Если честно, сейчас на данном этапе моей жизни и с нынешним высокие что-то на Оге последний ваш молодой, последний ваш молодой человек не были высокими. Ребят, не обижайте Оге. Мы с ним были одного роста. Вот, кстати, с моим женихом, он был, кстати, выше меня, на голову целую, поэтому судите сами. И еще напомню вам то, что я сказала, что я не сужу по внешности, я просто описала, какой типаж мужчин мне нравится, но это не значит, что я вот так вот ходила и выбирала. я ценю мужчин за другие качества, которые важнее внешности. И вам тоже советую. Что касается предыдущего вопроса, если говорить на нынешней ситуации, сейчас я заблокирую тут молодого человека, которому здесь сосок не хватало. Вот, если говорить на нынешней ситуации, то я бы, наверное, не смогла жить с родителями мужа. Я бы не смогла жить с родителями мужа, потому что, отвечу, почему, потому что я считаю, что если вы строите семью, то у вас должен быть свой отдельный очаг, отдельный от всех, то есть вы вдвоем должны создать что-то свое, вот, учиться на своих ошибках, чтобы ваши ссоры, ваши примирения, чтобы это видели только вы, потому что вы поругались, вы помирились, вот эта вся каша у вас происходит между собой, вы вот, не знаю, поорали друг на друга, потом обнялись и забыли, а если это все будут видеть родители, им будет неприятно, они где-то будут себя чувствовать неловко, да и ты будешь как-то себя чувствовать, ну, скованно, поэтому для того, чтобы семья смогла полноценно привыкнуть друг к другу, новая семья, нужно, чтобы они жили отдельно, поэтому я ни в коем случае не говорю о всех семьях, вот, вот, потому что я знаю очень много семей, где девочки живут, спасибо большое, где девочки живут с родителями мужа и они очень счастливы и у них там полная царит гармония, но как вы, наверное, уже догадываетесь, этого очень мало, и это исключение, вот, поэтому лично я, наверное, бы не стала, но не стала бы, еще раз скажу такую вещь, что не стала бы закатывать ни в коем случае истерик мужчине, а постаралась бы как-то ему объяснить, почему я не хочу, почему вот у меня такое к этому отношение, ни в коем случае не истерите, не требуйте ничего, старайтесь объяснить, почему так, я думаю, что если мужчина вас любит, если мужчина разумный, он сам поймет это и не будет настаивать, и дай бог, конечно, чтобы у всех были возможности жить отдельно. Спасибо огромное. Тут два раза уже спал, проснулся, слушай, меня не отпускают мои ребятки. Вы пьете алкоголь? Ну, очень редко, но могу иногда выпить вино. Сейчас вот могу себе позволить, потому что никуда не выезжаю. 21 век, родные дети не живут с родителем, почему невестка обеспеченная от и до будет позволить теперь же эти родители мужа. Вопросы вам придется ответить. Спасибо большое. Верите женскую дружбу. До поры до времени, скажу вам так. А мужчина говорит, что без него родители не смогут. Вот как объяснить? я могу сказать вам так. Бывают исключительные ситуации, когда реально мужчина не может оставить свою семью, когда он помогает, он единственный сын. И то можно найти массу, если есть возможности, опять-таки, можно найти массу решений этого вопроса. Можно взять квартиру рядом, либо жить где-то рядом ежедневно посещать своих родителей и быть с ними. Просто идти спать к себе домой тупо хотя бы. Но как бы все зависит от ситуации, ребят. Очень красивая пара вы были с вашим женихом. Как избавиться от одиночества и при этом никто не нравится? Блин, это большая проблема у нас сейчас. вам легко проявлять чувства эмоций? Смотря кому. Да, он очень помогает. Единственный сын. Ну, либо, если есть возможности, можно просто жить рядом. Либо, если это квартира, то рядом. Если это дом, то там где-то снять дом рядом. Или купить вот и просто чтобы у вас был какой-то угол свой, где вы не будете где-нибудь на виду все ваши семейные какие-то проблемы. Милочка, милая, вы делаете гимнастику для лица? Нет, ребят, я не делаю никакой гимнастик. Я обычно гимнастику не делаю. Где-то там гимнастика для лица. Бывает, что вы выходите из себя, кричите. Блин, вот знаете, я могу на пальцах посчитать, сколько раз я могла прямо стерить, кричать. Это, наверное, было больше даже в подростковом возрасте, когда я не так уж совладала своими эмоциями. Сейчас такого не бывает. Крайне редко. Как справиться с депрессией? Занимайтесь любимым делом. Начните, не знаю, что-нибудь делать для себя. То, что вот именно, от чего вы кайфуете. Вы такая мудрая. Спасибо большое. Почему вы отдалились с Натой и Линой и раньше вы были ближе и чаще виделись? Вот сейчас говорить о том, что вы чаще виделись, мне кажется, немножко абсурдно. Что касаемо отдалились, если мы не выставляем все публично, это не значит, что мы не общаемся. У нас есть группа, где мы каждый день переписываемся. Мы также переписываемся в личку ежедневно, поэтому мы на связи, все хорошо. Решила сегодня лечь пораньше, до 12 уже, 3.30, а я воно на эфире сижу. Такая прекрасная. Спасибо большое, девочки. Я сегодня сама не собиралась заходить в эфир. У меня уже язык пытается, не собиралась заходить в эфир. Но как-то так мне прям захотелось. с Том Форд. Я сейчас очень люблю Удовый Том Форд. Самая моя близкая подруга это моя мама. Ребят, я ничего не понимаю в гимнастике для лица этого. К вам эфир, к Бонне. Она вам там расскажет. Но это мы так решили. Нет, ребят, на самом деле сейчас такая ситуация. Мы сами не можем уходить, но мы нежедневно переписываемся. У нас есть группа, где мы все девчонками сидим не только на этой с Элиной. Там мы все и наши девочки. Мы там ежедневно общаемся, скидываем друг другу какие-то новости, информацию и так далее. Поэтому все на связи. Что именно покараться? Духи? Ну, для меня немножко сладковат. Наверное. Хотя они неплохие. Ой, ребят, как вам не лень в 4 утра про мышцы разговаривать? Сколько Милани? Мне кажется, вообще вы не ругаете ее. Очень сладкая она у вас. Милане 8 лет. Ну, у нас нет, не бывает такого, чтобы я прям ругала, потому что с ней такой надобности нет. Она очень послушная у меня, очень самостоятельная, поэтому проблем с ней нет у воспитания. такая хорошая и приятная просто пример для всех людей. Спасибо огромное. С полоденца. Все, ребята, уже у меня зарядка садится, будем сейчас отключаться. Да, мы сначала с девочками познакомились, потом с нашим познакомились. Вы поправились. Вопрос просто в 3.30 утра. Вы поправились? Наверное, поправилась. Существует коронавирус? Думаю, что да. Ребятки, чего вы не спите? 148 человек, офигеть. Я думала, что человек 30 будет со мной сидеть, но оказывается, нас много. спокойной ночи вам добрых снов. Да, давайте реально, ребят, загружаться, потому что уже поздняк. да, обязательно завтра выйду в эфир, я прям настроюсь, настроюсь и надеюсь, что шокера завтра меня не кинет и мы вместе с ней зайдем. Спасибо, мне тоже с вами очень интересно. я не знаю, ребят, я не могу насчет экологии ничего сказать. Очень сильная девушка, спасибо большое. Да, дома разговариваем на армянском. Да, обязательно завтра зайду. блин, у меня зарядка садится и все просто меня отправляется спать. Спасибо большое. Я назову дочкой Милана красивое имя. Это очень приятно. Правда красивое имя. Я думаю, вы не пожалеете. с тобой можно проводить 24 на 7. Ой, мой хороший. Подключай зарядку срочно. Не, я уже кодрягу спать подключу и байки. Спокойной ночи, дорогие. Спокойной ночи. Спасибо огромное. я убирала линию роста лазером очень-очень давно и так как у меня очень такой, знаете, плохой рост волос, мне просто перестали расти и все. На ночи не задержать телефон, блин. А что делать? Я всегда на ночи дышу. Очень добрый и спокойный. Спасибо большое. встречаясь на показе суммары. Прикольно. Ой, вот как раз уже даже эфир осталось у нас минута пятьдесят. спасибо огромное. Давайте вот минуту пятьдесят и закругляемся. Во сколько вы завтра в эфир выйдете, я вам скажу в сторис, девочки, мальчики, не переживайте. Завтра в сторис я вам скажу заранее, за несколько часов, поэтому вы не пропустите. Вы близко дружите с суммарой, да, близко дружим. Да, вот уже минут двадцать осталось до конца. Да, у меня, вот я везде делала лазеры, у меня после этого волосы не растут. Я вас люблю, я обожаю, я вас люблю, мои хорошие, я вас люблю. В общем, будем закругляться, я пожелаю вам добрых снов, потому что сейчас эфир отключится, осталась минута. Я хочу сказать спасибо вам всем, кто сидел в этот поздний час со мной. Обнимаю вас, целую, желаю вам сладких снов. Пусть наш завтрашний день будет еще лучше. Вот, и надеюсь, что Шакира завтра нас не кинет, и мы проведем благополучно наш эфир. Вот, всех обнимаю, целую. Да, обнимашки, целовашки, все, мои хорошие, 33 секунды, я как, знаете, Путин на Новый год, до 12 вещает, такая искренняя, как ребенок. муа! Все, ребят, спим уже, надо нам выспаться, чтобы завтра мы могли адекватные вопросы задавать и отвечать, а то завтра буду вам всякую фигню рассказывать. Все, мои хорошие, давайте. Игорь Негода,